Долгожданные новогодние каникулы. Самый волшебный праздник в году. Хватит уже поедать салаты. Можно и немного, знаете ли, к кинематографу приобщиться. Давайте глянем, какие фильмы выходят у нас в январе. На что можно сходить. Последний богатырь. Посланник тьмы. Завершение отечественной фэнтези-трилогии о поисках себя между современной Москвой и мифическим Белогорьем. Филипп Киркоров в роли жар-птицы. Зверопой 2. Коала, горилла, дикобразиха, волки, свиньи и старый лев. В сиквеле мультмюзикла «Непритязательная катавасия к праздникам». Человек-паук. Нет пути домой. Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее. Матрица. Воскрешение. Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоумо. Четвертый фильм культового кислотного сай-фая о компьютерной системе, искусно симулирующий человеческую жизнь. Сюжет фильма в принципе не изменился за 18 лет, и все так же строится вокруг противостояния героев в компьютерной системе. Киану Ривз, разумеется, выступает в своем привычном амплуане победимого и беспощадного Нева. А вот злодея в новой серии франшизы сыграл внезапно Нил Патрик Харрис. Как я встретил вашу маму. Три богатыря и конь на троне. Как всегда, конь Юлий вляпался в историю, а заодно и князя удружил. Они случайно поменялись телами. Конечно, не без помощи старой знакомой Бабы-Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а князь пашет поле. Вот такие Игры престолов. Но долго так продолжаться не может. Отечество в опасности. И, как всегда, за дело берутся три богатыря. Чемпион мира. Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат. Матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчуным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча. Если неохота вылезать из дома, на что вы имеете полное право, то вот для вас небольшая подборочка новогодних эпизодов классических сериалов. Итак, поехали. Друзья. Главные герои шестеро друзей. Три девушки и три парня, которые дружат, живут по соседству, вместе убивают время и противостоят жестокой реальности. Делятся своими секретами и иногда очень сильно влюбляются. «Как я встретил вашу маму» – комедия про Теда и про то, как он влюбился. Все неприятности начинаются с того, что лучший друг Теда – Маршалл. Вдруг неожиданно сообщает, что он хочет сделать предложение своей давней подруге – воспитательнице детского сада. К тому времени Тед понимает, что ему нужно прилагать больше усилий, если он действительно надеется найти свою настоящую любовь. «Доктор Хаус» – знаменитый сериал о команде врачей, которые должны правильно поставить диагноз пациенту и спасти его. Возглавляет команду доктор Грегори Хаус, который ходит с тростью. Как врач Хаус – просто гений, но сам не отличается проникновенностью в общении с больными и с удовольствием избегает их, если только есть возможность. «Черное зеркало» – за последние 10 лет технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони – плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона, черное зеркало нашего существования в 21 веке. Теория Большого Взрыва. Два блестящих физика – Леонард и Шелдон – великие умы, которые понимают, как работает Вселенная. Но их гениальность ничуть не помогает им общаться с людьми, особенно с женщинами. С ними Воловец, Раджеш и красотка Пенни – великая пятерка героев, обросшая со временем друзьями и партнерами. Клиника. Отучившись 4 года в медицинской школе, Джон приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы. Секретные материалы. Ну и куда без Скалли и Малдора? Великая пара агентов, благодаря которым несколько поколений узнали о ФБР. Что из этого вы уже смотрели? Напишите в комментарии. Я пошел смотреть «Симпсонов» и «Футурамо», потому что это мои любимые сериалы. Продолжение следует...